Часто биткоин называют новым типом активов. Биткоин — это деньги. Биткоин является частными деньгами без центрального какого-то владельца. Когда мы говорим о каких-то микротранзакциях, биткоин — это плохие деньги. Когда мы говорим о накоплении, аккумулировании капитала, биткоин — это хорошие деньги. Большая концентрация ресурсов привлекает разного рода паразитов, в том числе и государства. Деньги должны конкурировать. Эта конкуренция будет выбрасывать слабых игроков. И биткоин-максималисты, и биткоин-минималисты одинаково не правы. Принятие мировой экономикой каких-то новых платежных инструментов не происходит и не может происходить. Быстро прогнозы лучше оставить для блогеров. Часто биткоин называют новым типом активов. На мой взгляд, это неверно, потому что биткоин — это деньги. Деньги — это, наверное, один из самых древних известных человеку финансовых инструментов. Ну, собственно говоря, вся финансовая сфера крутится вокруг денег. Ну и, если честно, он не является активом, потому что актив — это что-то, что зарабатывает деньги. То есть, допустим, там проинвестированный банком завод, который выпускает продукцию, получает прибыль. Это актив. А вот, собственно говоря, та сумма денег, которая лежит просто на счету, она этим активом не является, если она никуда не проинвестирована. С точки зрения финансовой сферы у биткоина, тем не менее, есть достаточно интересные фундаментальные характеристики, которые отличают его от прочих денег, но отнюдь не делают его новым типом активов. Свойства эти, собственно говоря, состоят в том, что биткоин является лучшими деньгами, чем все, что было до сих пор. По сути дела, деньги — это обменный товар, единственной целью существования которого является участие в актах обмена на другие товары, другие деньги, на все, что угодно, на услуги и так далее. Для того, чтобы быть удобными деньгами, этот товар должен быть достаточно компактным, хорошо делимым, легко перемещаемым. По сути дела, это то, что, ну и редким, естественно, не должно быть риска появления на рынке большого количества этого товара, потому что то, что держат остальные его владельцы, оно моментально обесценится с ростом его предложения на рынке. Ну, напрашивается очень часто сравнение биткоина с золотом, но золото является материальным активом, который достаточно, вот опять это слово актив, не является оно активом, тем не менее золото его достаточно как бы легко перемещать, оно делимое, оно очень ценное, редкое, его добыча стоит больших денег, но вместе с тем у него есть, во-первых, промышленное применение, что ограничивает его цену, во-вторых, в случае роста большого цен на золото, ну, можно вспомнить, что в мировом океане этого золота растворено аж 4 миллиарда тонн. Ну, и как только цена растет в достаточной степени, становится рентабельной добыча его из той же морской воды, я уже там не говорю об астероидах и так далее, появляется на рынке новое предложение, и цена опять непредсказуемым образом меняется в зависимости от того, сколько этого золота появилось, потому что если кто-то пригонит нам на орбиту золотой астероид, понятное дело, что стоимость золота упадет очень резко. С биткоином такого произойти не может в силу его фундаментальных характеристик, то есть в основу блокчейна положены те принципы, которые ограничивают количество монет 27 миллионам, и это не изменится ни при каких условиях, позволяет, ну, как бы строить расчет на том, что вот денежная масса, находящаяся в обращении, она никогда не превысит этого объема, минус безвозвратно потерянные монеты. То есть это гораздо более предсказуемая вещь, чем все то, что было до биткоин. Поэтому с этих позиций это гораздо более интересная штука, плюс ко всему биткоин достаточно тяжело конфисковать, потому что нам известно, что как бы большая концентрация капитала, капитала, как и любая большая концентрация ресурсов, она привлекает разного рода паразитов, в том числе и государство. Достаточно вспомнить конфискацию золота в Америке в 30-е годы, которое, естественно, тоже ни к чему хорошему не привело. Вот такая массовая конфискация биткоина. Вообще криптовалют, она попросту технологически невозможна. То есть если человек добровольно не отдает свои ключи от кошельков, то его средствами никто не может никоим образом распорядиться. И вообще достаточно сложно доказуемо связать кошелек и человека. То есть доказать факт владения без его какого-то желания, этот факт раскрыть очень сложно. Вот это, в принципе, делает биткоин тоже лучшими деньгами, просто за счет того, что его тяжелее воровать. Собственно говоря, биткоин является частными деньгами без центрального какого-то владельца. То есть сеть поддерживается группой лиц, которые запускают так называемые полные ноды, стандартный биткоин-кошелек. У них у всех есть копия блокчейна. Они так или иначе, даже не будучи майнерами, которые принимают участие в поддержании работы сети. Кто угодно может скачать этот клиент и запустить его на своем компьютере. Соответственно, вот как бы это сеть с так называемым открытым членством. Создается, по сути дела, групповыми усилиями, но с сетью целиком не владеет никто. Соответственно, как бы никто не может и ограничить использование биткоина в качестве какого-то основного или единственного платежного средства. Это, собственно говоря, не предусматривалось. Это и не нужно. Деньги должны конкурировать, потому что создать идеальные деньги для чего-то, по сути дела, невозможно. Я уже говорил о том, что деньги — это обменный товар, но есть разные цели у этих обменов. Есть какие-то операционные вещи. Когда мы говорим о каких-то микротранзакциях, биткоин — это плохие деньги. Когда мы говорим о накоплении, аккумулировании капитала, биткоин — это хорошие деньги. То есть все зависит еще от цели. И денег должно быть на самом деле и будет какое-то количество постоянно конкурирующих. Эта конкуренция будет выбрасывать слабых игроков из реальности и усиливать позиции сильных. Будут возникать какие-то дополнительные схемы, финансовые механизмы. Соответственно, этот пейзаж еще будет переформатироваться в соответствии с новыми потребностями. Это абсолютно нормальный процесс. И биткоин-максималисты, и биткоин-минималисты одинаково неправы, потому что они пытаются довести до крайности. Какие-то утверждения в реальном мире такого никогда не происходит просто за счет того, что он постоянно диктует какие-то правила, которые в большей части людей просто не видны, когда они строят какие-то прогнозы. Сейчас можно сказать, что биткоин занимает прочно уже свое место в финансовой системе, увеличивает явно свою долю, несмотря на эту криптовалютную зиму 2018 года. На этих временных интервалах это не может считаться каким-то значимым событием, потому что вообще, в принципе, принятие мировой экономикой каких-то новых платежных инструментов, оно не происходит и не может происходить быстро в силу столкновения огромного количества интересов. И, по сути дела, пока не будет достигнут какой-то баланс, не будут, не оформятся какие-то общепринятые практики и пользования этими новыми деньгами. Соответственно, ни о каком широком принятии речи быть не может. Это процесс, который происходит сейчас, который мы можем наблюдать. И какую часть денежных средств общемировых будет из себя представлять биткоин через 5 лет, сейчас просто никто не может сказать. Потому что явно произойдут какие-то события, про которые мы сейчас просто ничего не знаем. Мы их не ожидаем, мы не знаем ничего об их характере, времени, когда они произойдут. Соответственно, прогнозы лучше оставить для блогеров, которые хотят себе побольше посещений на свой блог и заработать на рекламе. Это как бы их удел, скажем так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин